Всем доброе утро! Доброе утро! На самом деле мы с Димой уже на кухне, как вы видите, но не хватает еще одного человека. И кто же к нам придет? Это одна из героинь суперсезона галереи красоты, которая похорошела, помолодела и похудела на целых 11 килограмм. И это Наталья! Привет, Наталья! Привет, ребята! Рада вас съездить! Привет, Наташа! Привет, привет! Ну, рассказывай, с чем пришла? Пришла с очень простым рецептом, чтобы приготовить куриную грудку. Дима, мне очень нравится этот рецепт. Все очень просто, понятно, куриная грудка, быстро приготовим, быстро съедим. Да, добавим только маленькую изюмику, приготовим соус из клюквы. А ты расскажешь, как его готовить? Очень легко. Клюквы и соус, да? Да. Отличная идея, я думаю. Ну, в общем, садись на свой трон, будешь курировать, как готовить этот соус-то. Спасибо, девочки. Я рад вас тоже видеть. Итого, нам для нашей курицы понадобится непосредственно курица, хлопья сладкой паприки, итальянские травы, горчица, чеснок и зелень. Просветила так просветила прямо. Прямо. Все стандартно. Для соуса нам понадобится клюква, вечерний коктейль, формула-3 белок и овсяный яблочный напиток. Ну и специи по вкусу. Ну, как обычно. Ну, как обычно, все по вкусу. Предлагаю начать с курицы, а когда ее уже поставим запекаться, будем делать соус. Все согласны? Да. Прекрасно. Чувствую прям свежая. Прямо руководитель. Продолжение следует... Наша курица подготовлена. Да. Теперь она будет мариноваться полчаса. Прекрасно. А пока? А ты оставляешь что-то над ней трясешься? Пусть маринуется. Пока расскажи мне. Проект галерея красоты. Для тебя он какой? Для меня? Еще более активный. Смотрим позитива. С хорошими эмоциями. Может быть, даже не всегда теми, которые я ожидала. Чего ты ожидала, когда ты шла? Мне хотелось, чтобы меня удивили. Вы тебя удивили? Да. Попали практически во всем. А вы что не попали? Ну, я сама лично никогда бы не пошла на квест ужасов. То есть, если бы мне дали добровольно выбрать, я бы не выбрала ужасов. А как ты думаешь, почему мы именно туда тебя познали? Я думала, чтобы разбудить эмоции. Я так думаю. Получилось? Получилось. Ну, значит, попали-то во все. Ты казалась таким прям строгим руководителем, который вот четенько по струночке. Я бы не представляла тебе прям ярко-уднино-рыже, где ты придешь ко мне с зелеными стрелками. И как бы там глубоко не были эмоции, нужно было, чтобы они проявились. Все-таки ты же женщина. Творчество, вот это вот все, это тоже в тебе есть. Конечно. Я рада, что это проявилось. Женщина должна меняться. Я прямо заворожен. Вашей речью здесь прямо окутали меня чем-то, даже не знаю чем. Зелеными стрелками, рыжеволос. Красиво же. Расскажи самое яркое впечатление от проекта. Вот что было такого, что заставило тебя внутри просто петь, радоваться, ликовать? Ликовать? Ну, условно. Меня всегда заставляет чашечка, из которой я частенько пью кофе. Да, она у меня есть. Я каждый раз, когда пью из нее кофе, вспоминаю эти самые прекрасные минуты. Как я ее лепила, какое я получала удовольствие, сколько у меня было внутренних эмоций. Ты когда лепила ее, знаешь, я была очень удивлена тем, насколько ты поменялась эмоционально. То есть Наташа в проекте, Дима, ну, как бы ты не на всех этапах был. В общем, Наташа в проекте такая, очень жесткий руководитель, который пришел и сказал, так я знаю, что мне надо. Вы, конечно, можете тут рядом постоять, но я лучше знаю. По итогу, мы привели Наташу на лепку. И тут Наташа, какая нимфа просто. Лепец, спокойная, вообще завороженная. Думаю, боже мой, кто-то женщина вообще. Где она была все это время? Я не ожидала тебя такого видеть, правда. Внутри каждой женщины есть три эмоции, правильно? Страсть, расслабление и драйв. Страсть – это отдельная категория. Расслабление – это тоже дается не всем. А драйв я очень люблю. Поэтому, когда я леплю, у меня расслабление с элементами драйва. Сейчас на кухне у вас будет драйв. Ставьте курицу запекаться, да? Давайте уже курицу запекать. Красота. Перекладывай сюда. Сегодня мы это точно съедим. Так, наша курица поставлена на 15-20 минут при 250 градусах. И мы начинаем делать соус? Соус, вперед! Рассказывай, как. Дима, что делать? Возьмите кастрюльку. Подойдет? Отлично. Высыпите туда всю клюкву. Зальете небольшим количеством воды. Прокипятите. Пробьем блендером. Вечерний коктейль добавим. Формулу-3 добавим. Овсяный и обычный напиток. Окей. Я вам скажу, по какому количеству. Отлично. Хорошо? Все, начнем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Курица готова. Соус готов. Достаем курицу? Легко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Егорова. Редактор субтитров А.Егорова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот всегда, чтобы я тебя не спросила по любому вопросу. А можно задать вопрос? Да. Руководитель чего в этой лето? Я руководитель на сегодняшний день организации, которая занимается арендой нежилых помещений. И сколько вы в подчинении мужчин у вас? Лично у меня в подчинении из мужчин двое. Слушай, лично, лично у меня. Ну, у нас все-таки замдиректоров несколько. Я понял, у вас там не начальники вообще. Расскажи мне, что изменил проект в своей жизни? У меня появилось время на себя, которое я иногда не планирую. То есть я выделяю период времени, не планирую его, и происходят какие-то спонтанные события. Я иногда, имея лирическое настроение, пишу стихи. Я читала прекрасные стихи. Мне очень нравятся. С таким взглядом на жизнь я иногда встаю. Иногда иду по улице. Иногда смотрю на женщин. Иногда получаю комплименты от мужчин, уже теперь значительно моложе меня. Мне нравится. Скоро будет до 20 плюс. Легко. Девочки, все готово. Прошу вас отведать вашу грудку под клюквенным соусом. Я бы хотела, Дима, чтобы ты тоже попробовал нашу. Вот посмотрите, да. Ребята, посмотрите, что мне достается здесь. Посмотрите на эти равноценные порции. Нам-то на двоих, Дима. У нас эта порция на двоих. Ты знаешь, женщины раньше в старину мужчине отдавали больший кусок. Он так всегда, понимаешь? Вот он так всегда. Эмоции женщины отдает мужчинам. Рано уйти. А мясо поделим пополам. Курица, конечно, бесподобная. Теперь соус. Соус. Как прекрасно, нормально. Так. Замечательно. Кислинка легкая. То, что нужно, очень вкусно. Он дополняет курицу. Неожиданно. Да. Я бы с клюквой никогда в жизни не подумала, что так получается. Серьезно? Да. Да. А теперь я скажу одну вещь. Что на этой кухне ты, как курица без соуса. Это было неожиданно. Маша, заметь. Блюдо без соуса, это как ты без меня на кухне. Умная, красивая и стройная? Нет. Скромная и нераскрытая. Но на самом деле я уже сомневаюсь, что ты скромная. Не сомневайся. Ты абсолютно прав, я не скромная. И на самом деле хочу посоветовать нашим зрителям и подписчикам. Ищите свои вкусы, экспериментируйте с соусами, потому что с ними вкуснее. Ну и традиционно рецепт в описании. Пока. Пока-пока. 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 Пока-пока.